Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у нас с вами очень классный эфир, который изначально назывался «По одному», он назывался «Как научиться ставить достижимые цели», но потом я подумала, что это очень банальное название, исходя из того, что я вам сегодня расскажу. Расскажу я вам сегодня нечто такое о целях, о чем вы никогда ранее не думали. И я могу точно вам сказать, что этот час, который мы с вами вместе проведем, он будет для вас крайне полезен. Единственное, о чем я хочу попросить всех, это максимально сконцентрироваться на том, о чем я буду говорить, постараться в этот момент не юзать телефон, ленту, не включаться, не переключаться, в общем, не заниматься тем, чем обычно вы занимаетесь в жизни – прожиганием времени. Пожалуйста, сосредоточьтесь, и тогда у вас точно появится очень крутая мысль на подумать. А как вы уже знаете, если вы смотрели мои эфиры, наши мысли – это главная пища для того, что в результате становится нашей реальностью, потому что наша реальность с вами, так называемый наш внешний мир, на самом деле у нас есть два мира, это уже доказано. Один мир, который мы измеряем с вами пространством и временем, и второй мир – это мир нашей квантовой реальности, где всё, по сути, является энергией. Мы являемся энергией, предметы являются энергией, мысли являются энергией, и всё это между собой объединено. И это открывает перед нами потрясающие возможности. Но сегодня мы говорим с вами о целях, о том, как я уже сказала, почему, если цель есть, достигнуть её сложно. Почему я так переформулировала тему? Потому что у большинства людей нет целей вообще. Под целью я подразумеваю не просто написанное нечто на бумажке, а истинное желание и намерение что-либо получить. Потому что когда люди говорят о том, что «Ой, я хочу быть богатым, я хочу быть стройным, дожирая 38-й гамбургер, я хочу быть счастливым», и при этом человек, который совершенно даже понятия не имеет и не может для себя рассказать, а что есть такое для него счастье. То есть большинство людей говорят то, что является в полном отрыве от реальности, просто для того, чтобы говорить. К большому сожалению, многие из нас, вот это мне нравится, это выражение как словосочетание, слово, наверное, как пустословие, настолько привыкли просто извергать из себя какие-то слова, которые не имеют ни малейшей связи с реальностью. То есть просто человек сидит, извините, понос изо рта льется, и в принципе вот и вся его жизнь. Очень многие любят размышлять, рассказывать какие-то умные вещи. Кто-то спорит со мной в комментариях, особенно в Инстаграме. «Да, спасибо, да, я читал, да, вы молодец, да, вы…» «А что вы сделали? А как выглядит ваша жизнь?» Хочу я задать этот вопрос, чтобы вы говорили, что «я молодец». А вы молодец? А вы то, что прочитали, вы внедрили в свою жизнь? А какого качества сегодня ваша жизнь? С кем вы дружите? О чём вы думаете? Как вы проводите своё время? В каком доме вы живёте? И так далее. Так вот, давайте начнём сначала с достаточно классического и базового понимания цели в контексте её достижения. Как я уже сказала, первый момент – это то, что очень важно, чтобы у вас в принципе были цели. И сейчас мы не будем формулировать эти цели, сейчас мы поговорим о том, что цель – это некое желание и намерение что-либо получить. Потому что если вы… Вы сейчас, конечно же, говорите, да у меня полно из целей, но если бы я сейчас попросила вас начать классифицировать цели, вы бы столкнулись с тупиком, я вам точно это говорю. Так вот, я могу сказать вам, что наличие цели – это как некий навигатор, да? То есть понимание того, что мне необходимо. Помните, как тупо мы себя чувствуем в магазине, когда мы заходим и не понимаем, что нам нужно купить. Мы шныряемся по этому супермаркету и затем выходим, приходим домой и понимаем, что есть нечего, да? Потому что мы просто не подумали о том, что бы мы хотели есть, какие продукты нам необходимы. И так касается абсолютно всего. Первое, что я вам хочу сказать, у вас не очень классная жизнь, потому что вы никогда себе не задавали вопрос, а какую жизнь я хочу. Это такая банальщина, я хочу, чтобы она сейчас разбила ваше сердце. Вот прям хочу, чтобы вы сейчас почувствовали, что вы что-то в жизни пропустили. Потому что вы жили столько лет, вот скажите сейчас себе это, я прожил столько-то лет, и я никогда, оказывается, не спрашивал себя, какую жизнь я хочу. Я всегда жил по принципу того, что мне дают. Это очень важный момент, потому что тогда я хочу, чтобы вы понимали, боже, что у меня все гаснет. Тогда я хочу, чтобы вы понимали, что есть такая цель. Это определенное намерение. Если я сегодня хочу сделать разгрузочный день, то пока я себе такую цель не поставлю, разгрузочного дня не будет. То есть это намерение, которое вы задаете всегда. Вот просто это сейчас поймите. Теперь вторая достаточно базовая банальная вещь, которая является вообще основой всего. Потому что часто люди, ну, куда там часто, постоянно, да, почему вы пришли на эфир, очень же интересно, как достигать своих целей. Люди скупают книги, ходят на мастер-классы, вебинары и прочие вещи. И, конечно, есть много интересной информации, особенно у меня. Но этот вопрос всегда волнует, хотя вроде бы как ответ понятен. Я сейчас хочу, чтобы вы очень внимательно слушались в базовую вещь, потому что дальше пойдут те вещи, о которых вы никогда не думали, я вам обещаю. Глубина зашкалит сегодня того, о чем я буду рассказывать. Но давайте с базового, с банального. Вы сейчас, когда я об этом скажу, вы скажете, да, это понятно, да, это я знаю. Но я хочу, чтобы вы вдумались. Вообще, учитесь не просто слышать информацию, а переживать. Я хочу, чтобы вы поразмышляли сегодня над этим. Пожалуйста, то, сейчас о чем я вам буду говорить. Прям запишите это себе, два слова, которые я сейчас скажу. И я хочу, чтобы вы вечером пять минут включили таймер у себя на телефоне и поразмышляли. Поразмышляли – это значит попроговаривали, да, подумали об этом. Я думаю, а почему я так думаю, а что это означает. И какие-то такие вещи вот вслух поговорили. Итак, давайте с простого. Базовые вещи. Две ключевые вещи, которые необходимы для достижения целей. Минус первый уровень – это должна быть цель. Это я хочу, чтобы вы понимали. Второе, точнее не второе, теперь мы отстраиваем над этим. Для достижения любой цели, абсолютно любой цели, нужны две базовые вещи. Пока вы этого не поймете, дальше вообще не покатите. Первое – это дисциплина, потому что, если вы решили, что такое цель. Цель – это переход с одной комнаты в другую комнату, с одной ступеньки на другую ступеньку, с одной машины или с троллейбуса в машину. От жизни, где я живу с человеком или ни с кем не живу, до жизни, когда я строю отношения. Это понятно? Это есть цель, понимание. А теперь момент дисциплины. Что подразумевает дисциплина? Как минимум то, что я понимаю, что мне необходимо встать и дойти до этой комнаты. И я не лежу и думаю, ну все, я обязательно перейду в другую комнату. Ну точно перейду, но не знаю когда. Сейчас мне очень не хочется. Или момент даже построения тех же отношений. Это тоже некая дисциплина. Потому что если вам влом идти на свидание, если вам влом работать над вашими отношениями, потому что это не только история про то, чтобы встретиться. Встретиться можно. А выстроить отношения это, простите, некая дисциплина. А если мы говорим о достижении бизнес-целей, о достижении материальных каких-то целей, это всегда дисциплина. Я дисциплинированно хочу или не хочу, ну условно, пообещала вам, что у меня должно быть там в неделю 2-3 эфира, и я дисциплинированно выхожу в эфир. Понимаете? Это вопрос дисциплины. Это такой же вопрос дисциплины моего тела, когда я выхожу. Мое тело само не тренируется. Я вам сейчас открою такую вот секретик. Не тренируется само мое тело. Мне нужно его условно заставить пойти в зал и тренироваться. И в тот момент, когда мне сильно хочется сказать своему тренеру, да не пришел бы ты в жопу. Сворачивается все время приложение, я не могу понять, в чем дело. В чем-то гаснет экран, что-то происходит. Ну ладно, мы с этим справимся. В тот момент, когда мне хочется его послать, я себе говорю, ты чего сюда пришла? И это момент дисциплины. И я знаю, что для того, чтобы я была в хорошей форме, мне необходимо дисциплинированно делать то, что делать. Слушайте, что-то происходит странное с телефоном. Второй момент. Например, я делаю ментальные практики каждый день. Каждый день. Вы думаете, мне не бывает влом? Вы думаете, мне не хочется иногда сказать, ёпсель, да ты так устала, да ты провела кучу эфиров, консультации, тебе уже засчитано. Хочется. Иногда сильно хочется. Но тем не менее, я это делаю, потому что у меня есть определенная цель. И это мой инструмент для достижения цели. Вторая вещь, я не хочу на этом долго циклиться, потому что это базовые вещи, но я хочу, чтобы вы об этом подумали. Вторая вещь после дисциплины – это сила воли. Потому что изначально мы с вами двигаемся усилием воли. И любое изменение изначально – это включение вашей силы воли. Потому что изначально суперсложно заставить себя встать не в восемь, а в семь. Или не в десять, а в семь. Изначально очень сложно сказать своему телу, сейчас ты будешь эбашить, дорогое. Сейчас ты придешь в зал, и тебе будет пипец как тяжело. Изначально сложно сказать своему мозгу, я беру контроль над своими мыслями, и я теперь буду контролировать то, что ты думаешь. Я теперь буду контролировать эмоции, которые я переживаю. Я теперь буду контролировать людей, которые рядом со мной находятся. Я теперь буду… Дожди, я переживаю за этот айфон. Простите, я буду в него все время тыкать. Я не понимаю, в чем сегодня дело. Сейчас проведет. Веди себя хорошо, пожалуйста. То есть это очень важный момент. Это банальщина. И вы тысячу раз это слышали. Но я хочу, чтобы вы записали себе эти два слова. И проанализировали. Сегодня создайте так вот просто очень быстро, задайте себе вопрос. А какие у меня в этом году были цели, большие или маленькие, не суть, которые я не достиг? А потом приложите к этим целям, к списку этих целей, вот эти две вещи. Дисциплина и сила воли. И спросите себя, а если бы я использовал дисциплину и силу воли, я бы смог этого достичь или нет? Вот просто задайте себе этот вопрос. Если бы я себя заставил не жрать и дисциплинированно заставил ходить в зал, я бы смог достичь, а практически у каждого человека в его карте желаний, в вышлисте, как хотите, так это назовите, есть тема про то, чтобы получить более классную форму. Ну скажите мне, ну у всех, у кого-то похудеть, у кого-то сделать классный пресс, у кого-то проработать свою фигуру, как вы это ни назовите. Все хотят улучшения своей внешности, и практически каждый пишет это у себя в целях. Это правда, тут же к гадалке не ходи, мне не нужно для этого вам чего-нибудь там устраивать. Но история в том, что дисциплина и сила воли не работают. Они в этот момент где-нибудь спят. Так, я это больше не жую, потому что я хочу дать вам более интересные вещи. Я хочу рассказать вам очень такую интересную вещь. Помните, что когда вы писали списки целей каких-то, что что вы хотите сделать, вы начинали это делать, ну там, не знаю, открыть новый бизнес, строить отношения, ну что-нибудь такое, всегда жанра такая амбициозная, вы начинали делать, и дело шло тяжело. Помните? Дело шло тяжело, очень тяжело, и в какой-то момент вы говорили, это не мои двери, я не буду сюда заходить, оставлю их. Было такое? Давайте вы это так сердечками мне там чмокаете, если было. То есть, когда вы что-то делали и отступали от этой цели, думая, что это не ваше, затем вы начинали делать какую-то другую цель, типа, пошел-ка я попробую в эту дверь. Вы начинали делать, и опять шло тяжело. И вот вы что-то все время делаете, и ваша жизнь на это похожа. Вы вроде бы как ставите цели, вы иногда вспоминаете о дисциплине, а как-то вот пипец сложно. Есть такое ощущение, вот иногда мне снится такой сон, знаете, в котором я не могу идти. Вот я иду, и мне так тяжело, я прям через болото какой-то прусь. Вот у меня таких снов было много. И с целями такие вещи происходят. Ты вроде такой заряженный, дисциплинированный, и все, и тебя, блин, не прет. И ты как вот тут сидишь, перебираешь эти карты, пробуешь, пробуешь, и потом думаешь, так, попробую-ка вернуться к первому плану. Наверное, что-то сделал неправильно. Короче, ты бьешься головой об стенку. У тебя есть результаты, но это результаты, которые тебя не устраивают. И ты не понимаешь, что происходит. Да? Знакомая история. Мне эта история очень знакома, потому что я сама в этом состоянии была очень много времени. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что называется блоками к вашим целям. Энергетическими блоками. Нам очень хочется, помните, всегда узнать, в чем мы к гадалке ходим. Хочется, чтобы гадалка сказала, значит, что это не мы виноваты, а это порчу навели. Это вот они, кто-то виноват. И про энергию многим тоже сейчас понравится, потому что звучит это как блоки энергии, это не я виноват. Но фишечка в том, что эти блоки сделали вы. И энергетические блоки это очень мощная вещь. А сейчас я вам расскажу, что это такое. Наша задача для того, чтобы мы с вами могли легче достигать целей, убрать то, что нас не пускает. Вот то, что я только что рассказала о том, что цели достигаются сложно, как будто бы есть невидимые преграды. И вот эти невидимые преграды мы создаем себе сами. Точнее, даже не создаем, мы их больше создали, да и продолжаем создавать. И сегодня я хочу проговорить такую интересную штуку, которая называется эмоциональное очищение. Вообще, эмоциональное очищение, если вы осознаете, о чем я говорю, поможет вам не только в достижении целей, но и в принципе в достижении классного здоровья, в достижении классных отношений. То есть, это то, что нам мешает. Блоки существуют, и это как бы не мистика. Сейчас я вам объясню природу этих блоков, вы поймете сами. Что вы должны знать? Что такое эмоциональное очищение? Чем мы будем заниматься? Это когда мы с вами избавляемся от подавленных и заблокированных эмоций. Ведь, что такое наша энергия? Точнее, что такое наши эмоции? Наши эмоции, это не просто какие-то чувства, это энергетические вибрации. Мы с вами говорили о том, что если мы рассматриваем наш мир с квантовой точки зрения, то это все абсолютно энергия. И эмоции оказывают воздействие на нашу жизнь. Даже если вы не верите во всю эту квантовую историю, то вы прекрасно знаете, что в зависимости от того, какую эмоцию вы испытываете, она определяет, что с вами происходит дальше. Помните, когда у вас классное настроение, замечательные ситуации, все как-то складывается, все идет само себе в руки. И когда мы испытываем какой-то стресс, мы с кем-то поссорились, или там у нас происходит какая-то ситуация вот в семье, не дай бог, вообще ничто тебе не мило, ты ничего не хочешь. То есть сказать о том, что эмоции на нас не влияют, неправда. Значит, если вы долгое время, а многие делают это всегда, блокируете и подавляете в себе эмоции, вы тем самым создаете для себя эмоциональные блоки. Эмоциональные блоки, которые, в свою очередь, блокируют энергию, вашу энергию желаний. Очень простая штука. Сейчас объясню. О каких эмоциях идет речь? Давайте рассмотрим. Страх, вина, ненависть, злость, жалость к себе. И жалость к себе чаще всего выражается, знаете, чем «я хочу, чтобы меня пожалели». Если вы когда-нибудь использовали такой способ манипуляции, что когда вам даже не то, что плохо, когда вы хотите привлечь к себе внимание, или когда вы поссорились со своим любимым человеком, или с родителями, боже, мне что-то в настройках, видимо, или с родителями, или с кем-то там, вы начинаете говорить «Боже, я себя плохо чувствую так», или «Ой, у меня такие неприятности случились», «Ой, у меня что-то произошло» через негативное, через жалость, чтобы вас пожалели, и чтобы не негативное, а как бы ваша ссора, которая произошла, ну, то есть, чтобы она смялась, чтобы человек к вам пришел и сказал «Ой, да что ты, что же с тобой произошло там?» Знакомые ситуации были у вас такие? Я использовала этот метод очень много времени неосознанно. То есть, у меня было такое СМЧ когда-то моим, когда я каждый раз, когда у нас был какой-то конфликт, я затем звонила и говорила, что мне так плохо или что меня скорая забирает, ну, короче, какие-то такие детско-садовские вещи, но тем не менее это делала. Значит, те эмоции, которые я перечислила, это токсичные эмоции, с которыми мы с вами, как ни крути, связываемся, сталкиваемся в этой жизни. В нашей жизни случаются разные ситуации. У нас бывают неудачи, у нас бывают какие-то неприятные ситуации в межличностных отношениях, со знакомыми, на работе, где-нибудь еще. Мы с кем-то расстаемся, безусловно. и получается так, что очень многие из нас эти эмоции в себе накапливают. Накапливают и трансформируют иногда в комплексы. Например, когда у вас были какие-то личные отношения, неудачные, и у вас сложилось какое-то о себе мнение, что я недостоин или я недостойна, и меня никто не любит, или мы всегда расстаемся, или я не создан для хороших отношений, разные вещи происходят. Вот подумайте сейчас о такой простой вещи. Как часто, глядя в зеркало, вы говорите себе, какой я красивый, какое у меня красивое тело, какой у меня красивый живот, какие у меня красивые глаза. И ли? Как часто вы говорите себе, о господи, опять мешки под глазами, снова прыщ выскочил, у меня жирная жопа, мне не нравится мой живот, вот бы похудеть, блин, грудь сделать, перекроить, волосы не те. Вам делают комплименты, а вы говорите, ой, да нет. И вот сравните для себя, что вы делаете чаще. И вообще, говорите ли вы себе когда-либо что-то приятное. Сейчас объясню, в чем тут прикол. Если, кстати, женщины, женщины, еще могут свои вот эти все вопросы обсуждать, там, как-то выговаривать, но речь идет не просто о том, чтобы, простите, об этом па-ля-ля, а речь идет о том, чтобы делать себе, ну, такую маленькую психотерапию, сейчас расскажу об этом, то мужчинам это вообще не свойственно. Именно поэтому, когда, например, женщина приходит к мужчине и говорит, слушай, я тут у Ермиловой на курсе, сейчас учусь, и ты знаешь, я сейчас мечтаю, описываю дом нашей мечты, и у нас будет такой огромный дом с бассейном, а он такой сидит и, короче, не знает, как ей на Новый год подарить подарок какой-то, потому что у него вообще, ну, там, денег не хватает на квартиру, на то, на сё, у него взрыв. И он, переживая это в себе, просто его взрывает. Он говорит, да ты дура! Знаете, как вот, это все, что он может на это сказать, ты дура! Ты эту Ермилову конченую наслушалась, и всё, вали отсюда! То есть, мужчина не может понять, не может переварить, потому что он вообще не привык такие вещи обсуждать. Для него это проявление слабости, а по сути, это просто наше недовоспитание. недовоспитание, я имею в виду в том, что нас не приучили, как с этим справляться, нас не приучили, как проживать эмоцию, нас не приучили разговаривать об этом, нас приучили закрываться, и говорит, ты мужчина, ты сильный, ты должен всё решить. Вот. И вторая история, нам мама говорила так, если долбоёб, значит, всё решу сама. Вот, вот наша модель, как бы, ну, моя мама так не говорила, она говорила другими словами, в отличие от меня, мама не ругается матом, но я пошла в папу. Так, поехали дальше. Я могу вам сказать следующую вещь, что, если вы подавляете свои эмоции, то это однозначно окажет влияние на вашу жизнь, вообще существенное. И если посмотреть на это с квантовой точки зрения, с точки зрения энергии, то так и есть. Смотрите, то, что я сегодня предлагаю вам проделать, называется эмоциональным поиском. Это то, когда мы ищем с вами, какие у нас, точнее, никакие, а как у нас появляются такие блоки. Как нам это сделать? Ну, давайте, например, с вами рассмотрим такой момент, как страх. Ваша задача прогнать через себя эти эмоции и позадавать себе вопросы. Страх. Испытываете ли вы сильный страх по какому-то поводу? У нас у всех есть какой-то набор базовых страхов. Ну, это нормально. В принципе, страх – это и двигатель наш, и где-то он нас охраняет, но есть патологический страх. Это то, о чем... Что, у меня какая-то лажа сегодня. Я не понимаю. Что-то в настройках, скорее всего, сворачивается, просто гаснет телефон. Я не понимаю, в чем дело. Все время его тыкаю и тыкаю. Ну, простите, ладно, сегодня пострадаем, завтра решу этот вопрос. Испытываете ли вы некий такой вот страх, который является для вас навязчивым? То есть, вы все время об этом думаете. Подумайте об этом. Второе момент – чувство вины. Бывает такое, что что-то когда-то произошло в вашей жизни, и вы это чувство вины испытываете, и может быть, это произошло недавно, может быть, это произошло очень давно, но у вас есть чувство вины, и вы ничего не можете с этим поделать. Вы всегда о нем помните, вы всегда об этом знаете. Может быть, у вас есть какие-то ситуации, ссоры, которые произошли, какие-то люди, с которыми вы потеряли связь, и при этом вас, вот видите, перед детьми чувство вины, при этом вас это гложет, потому что вы понимаете, что была какая-то ситуация, в которой вы были неправы, и у вас вот это ощущение осталось. Вы должны посмотреть на эти эмоции, я вам уже перечислила ранее список, да, это может быть гнев, это может быть какое-то невосприятие какого-то человека, которого вы просто, вот вы его видите, у вас бешенство, злость какая-то сумасшедшая на какие-то ситуации или обстоятельства, которые происходят, или на какого-то человека. Что вы должны знать сейчас? Я хочу, чтобы вы послушали меня очень внимательно. Нам важно посмотреть на все эти эмоции и понять, что это не просто эмоции, это есть вибрации и излучение энергии. Просто представьте, что внутри вас есть кирпич, который светит черным цветом. Вот кирпич, это блок ваш. Те качества, чувства, которые эмоции я перечислила, страх, гнев, обиды на себя, недооценивание себя, злость, это кирпичик, который все время в вас вибрирует. Запомните, все в нашей жизни есть сознание и энергия. И наша задача состоит в том, чтобы проверить, как обстоят дела у нас с этими эмоциями. Если мы постоянно вибрируем и излучаем злость или обиду, или те качества, которые я перечислила, там, зависть, то эти блоки живут в нас. И мы ничего не можем поделать. А теперь представьте себе, какое отношение это имеет к вашим целям. Если у вас целая куча ограничителей энергетических, потому что эти блоки забирают, блокируют вашу хорошую энергию и ставят вам все время проблемы. То есть вы, по сути, на цели даже сконцентрироваться не можете, потому что у вас все время есть, ну это, простите, в вашей чистой квартире все время льется говно. Вы квартиру моете, а говно, простите, у вас льется. Я хочу, чтобы вы понимали, пример, оно у вас льется через маленький краник. Так скажите мне, пожалуйста, сколько, вопрос для первого класса, сколько времени нужно мыть квартиру, чтобы говно закончилось? Или, может быть, нужно подойти к кранику? Вы понимаете, о чем я говорю? Что краник, пока вы не перекроете, у вас все время это будет. Вы можете ее мыть бесконечно, и какое-то время она у вас будет чистой, но вы свою энергию блокируете постоянно. Я хочу, чтобы вы это осознали. Сейчас мы с вами поговорим о том, о чем вы, наверное, тысячу раз слышали, конечно же, но не делали или не понимали силы этого. Сейчас мы с вами поговорим о прощении. Потому что для того, чтобы нам с вами убрать плохую эмоцию, которая все время вибрирует, нам необходимо... Господи, я прощаю тебе телефон, мы перестали это делать. Нам необходимо с вами отпустить эту эмоцию. И отпустить мы ее с вами можем через прощение. Это очень-очень-очень важно. В университете Айовы провели очень интересное исследование на тему прощения. И выяснили, зачитаю вам, прощение практически устраняет последствия влияния негативных эмоций на физическое и психическое здоровье. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы это запомнили. А знаете, в чем фишка? Прощение, когда вы прощаете, прощение идет на пользу именно тому, кто прощает. Почему я об этом говорю? Потому что часто, например, женщины говорят... Ну, у меня вот много таких, я вижу людей, которые пишут по поводу бывших мужей. Я ему скотина никогда не прощу, он меня бросил с ребенком. Это самая популярная тема. Я не могу ему это простить, я ничего ему... Он мне не помогает. Значит, вот, ну, классическая история. А теперь осознать очень простую вещь. что если вы держите на человека обиду, то эта вибрация живет с вами. И она убивает вас. Не его. Вы ненавидите кого-то, вы обижены на кого-то, вы льете на него злость, но это к нему не имеет отношения. Он это не берет на себя. Вы в этом находитесь. Вы как слоненок, который хобот поднимает вверх и обливает этим себя бесконечно. И вы должны понять, что когда вы делаете искреннее прощение, вы от себя убираете негатив, а не от него. На нем это никак не отражается, а на вас отражается. Вы в себе краник с какашками закрываете. У вас на чистый пол перестает литься, потому что вы не понимаете, почему я не могу осуществить свои цели, почему у меня ничего в жизни не получается. Да потому что вы включили фонтан с дерьмом. Хочу, чтобы вы поняли. Вы включили в себе фонтан с дерьмом и этим дерьмом обливаете себя, не его. Поэтому когда говорят, вы не боитесь, что этот человек вас сглазит, вы не боитесь, что он плохо подумает. Нет! Потому что он себя убивает, он не меня. Я это не принимаю. Я от этого отстранена. Мне вообще похер, что он там думает и делает. А этот человек себя изживает. Поэтому когда вы обижаетесь, и вы не можете простить, и вы не можете, как же так это произошло, вы должны понять, что это ваш собственный костер. Вы Жанна Дарк, которая подожгла саму себя. Вы понимаете, что это? Вы думаете, что вы ему плохо делаете? Я тебя, падла, не отпущу. Говорят женщины, я тебе всю жизнь испорчу. А портишь ты, дура, жизнь себе. Вот что вы должны осознать. Вы можете 300 раз говорить, я была проба. Но знаете, это блок вашей энергии. Это ваши черные кирпичи, которые изливаются у вас говном. Ну, простите, но мне надо, чтобы вы запомнили. Потому что если я вам буду говорить академическим языком, то вы черти чего поймете. Вы скажете, да, да, очень хорошо, знаю. Как некоторые мне говорят, а у вас есть диплом психолога? Я говорю, у меня яйца есть. Это не подойдет? Тогда мы с вами не сойдемся. Идите к миллиардам психологов. Идите, читайте книжки, получайте 300 тысяч образований. Моя задача объяснить вам так, чтобы вы поняли, мать вашу, и начали делать. И наконец-то это закрыли. Теперь давайте посмотрим на это, как на вибрацию энергии. Мы же с вами знаем, что все наши мысли вибрация и энергия. Как вы считаете, когда у вас есть злость, обида, негатив, как вы считаете, какая вибрация в этот момент у вас есть, когда вы на кого-то злитесь? Розовый воздушный свет? Фонарики? Летающие слонята? Да хрен вам, по черной смолой. Себя обливайте. Вы же даже чувствуете это на энергетическом уровне. Скажите, пожалуйста, поставьте мне какие-то единички, если вы чувствовали на себе, только не придумайте, когда как будто бы вас облили чем-то черным. Вот вы чувствуете, как вас облили. Кто ощущал эту эмоцию? Когда вас будто бы облили, вот что-то произошло, и вы себя чувствуете вот как с малой, помните, в сказках? Вас облили. И вы не понимаете, мать вашу, как это? Вот вы идете, вам хочется помыться, у вас все чернючее внутри. Господи, я так вообще не люблю это чувство. Я вот сейчас вспомнила, даже не хочу его вспоминать. То есть я просто хочу, чтобы вы понимали, что энергия – это не моя эротическая фантазия. Это не эротическая фантазия и не бред. О таких вещах сложно говорить. Ну, почитайте, если вам интересно, почитайте квантовую физику, посмотрите на различные исследования в Гарвардском университете. Очень много. Я просто не хочу вам об этом рассказывать, потому что, ну, как бы, я вам расскажу более интересные вещи. Было, будто по голове ударили. Да, вы должны понимать, что такое энергия. Так вот, нам нужно научиться прощать. Прощать. И очень часто тот, кого мы должны простить, знаете кто? Это мы сами. Потому что то количество обид, которые у вас есть на самого себя, вы себе даже представить не можете. Сколько у вас есть обид за то, что вы не сделали, за то, что вы не позволили, за то, что вы что-то не так, за то, что вы не так выглядите, за то, что вы не то делаете, за то, что у вас не получается, за то, что у вас… Как там, как курица лапой пишу, блин. не те руки, не те ноги, вот была бы я красавицей, вот было бы у меня, вот там бы я родился, вот научился бы я так говорить, вот мог бы я так петь, а так я бесталанщина. Я хочу, чтобы вы сегодня посидели и подумали об этом, вспомнили, за что вы наезжаете на себя, за что вы на себя наезжаете. Я говорю, у меня мурашки. Знаете почему? Потому что я тоже на себя наезжаю. Я тоже на себя наезжаю, я тоже часто говорю себе какие-то неприятные вещи, и потом мой мозг включается. Я сегодня утром, у меня много кремиков всяких разных, я сегодня впервые за долгое время пообещала себе, это я делала свои практики из новогоднего мастер-класса, который будет, я делала практику, которую я уже внедрила, и уже пообещала, что я буду делать это каждый день. Я сегодня впервые наносила себе все крема на тело, у меня есть антицеллюлитные, под глаза, под нос, под всё. И я себе говорила, боже, какая ты красивая, какая у тебя красивая кожа, какой ты мой любимый носик, какие у тебя глазки красивые. Потому что если вы будете учиться у меня дальше или не у меня, где-нибудь, я надеюсь, всё-таки у меня, то вы узнаете, кто мы есть, из чего мы состоим. И когда вы начнёте осознавать эту глубину, вы поймёте, как важно с собой разговаривать, как важно разговаривать с каждой своей клеточкой, и как во многом то, как мы выглядим и как мы чувствуем, на самом деле зависит от нас самих, в принципе, во всём. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня тот список, который вы смогли составить по поводу претензий к себе, прописали, вспомнили и попросили у себя искренне за это прощение, искренне. Не просто сказать «извини», а сказать «я никогда больше так не буду делать». Я буду всегда помнить мои руки. Спасибо вам, что вы у меня есть. Не пальцы кривые, почему у меня этот палец кривее, а спасибо мои руки, потому что я через вас могу трогать своих детей, любимых людей, себя. Я могу вами есть, я могу вами рисовать. Вы только представьте, что было бы, если бы у вас этих рук, не дай Бог. Я даже не хочу это проговаривать. Это важно. Это очень-очень важно. Я хочу, чтобы вы это понимали. И если вы хотите, чтобы ваши цели осуществлялись, если вы хотите, чтобы вы могли открывать двери, вам необходимо избавиться от этих негативов. Можно сколько угодно писать чего-то на бумажке. Можно выкрикивать их, съедать виноградинки, салфетки и так далее. Но когда внутри вас так много боли, страха, обиды, вы только представьте, какая крепость эмоций вокруг вас. Вы не можете пробиться к своим целям. Часто говорят, почему у меня мало энергии, у вас много энергии. У нас у всех энергии плюс-минус одинаково. Просто мы ее расходуем по-разному. И все. И все. Вот в чем между нами разница. Что же с моим чудом телефона? Значит, что такое простить? Простить – это значит очень сильно постараться искренне полюбить. Сложно. Знаю, что у нас есть такая архетипическая рана, которая называется… Мы, кстати, будем ее изучать в Биг Клабе, кто в Биг Клаб идет. Я недостаточно хорош. И это рана, которую мы себе наносили много лет. Я недостаточно в чем-то хорош. Она есть у всех. Нет людей, у которых бы ее не было. И это очень непростая история про любовь к себе. Не такая простая, как нам кажется. И я хочу, чтобы вы… Сегодня мы не делаем практики. Я хочу, чтобы вы сегодня просто об этом подумали. И если вам нужно кого-то простить – простите. Если вам нужно расстаться со страхом – поговорите со своим страхом. Спросите, почему я этого боюсь? Что на самом деле скрывается за моим страхом? Потому что за страхом всегда что-то стоит. За болью всегда что-то стоит. Мне кажется, за моим телефоном, который гаснет, тоже что-то стоит. Во время мастер-класса, который у меня называется «Супер год», где мы как бы должны писать цели, на самом деле будет сильно больше всего. Потому что сегодня я дала вам маленькую часть глубины того, зачем на самом деле прячутся цели. И цель – это не про то, чтобы написать по бумажке, не на то, чтобы распланировать. Цель – это на то, чтобы понять, кто ты есть. Цель – это на то, чтобы трансформироваться и быть готовым к этой цели. Цель – это про то, чтобы разобраться, а что помешало мне достичь цели. Какие мои мысли, какие мои убеждения, что в моей голове вообще происходит, почему я не достигаю того, чего я хочу. Мы в детстве детям можем рассказывать о том, что достаточно написать на бумажке, и это произойдёт. И, наверное, если мы с детства их так растим правильно, то мы очень сильно можем им облегчить жизнь. Но во взрослой жизни мы должны понимать, что мы ответственны за свои цели. И что если мы имеем убеждение неудачников, бедных людей, людей, которые боятся денег, боятся отношений, и при этом ставим себе какую-то цель, связанную с тем, чего бы мы хотели, но что мы отрицаем внутри, то это как два магнита, понимаете, которые вы не можете, и не которые идут к себе, друг к дружке притягиваются, а которые друг от друга оттягиваются. И вы бегаете, как обезьянка, пытаетесь эти два магнита соединить, и ничего не получается. Поэтому я сегодня очень хочу всех, кто увидит этот эфир, пригласить на мастер-класс, который у меня будет 29 декабря. У него очень небольшой прайс, но у него очень крутое и мощное наполнение. И даже если вы у меня никогда не учились, и даже если вы не планируете у меня учиться по разным причинам, этот мастер-класс полноценный. Он даст вам очень много осознаний, пониманий и техник, с которыми вы сможете самостоятельно работать над целями. Он поможет вам осознать, почему у вас не получается достигать того, что вы хотели. Вы увидите это своими глазами. Вы поймете, что вам нужно исправить в себе, и что новое нужно поселить, для того, чтобы цели были достигнуты, или имели шанс на достижение. Просто расписать все красиво и развесить, это прекрасно. Но эта история про ля-ля-ля тополя, я не очень это уже люблю. Мне в этом году передо мной стал главный вопрос, как получать жизнь, не как думать о ней, не как мечтать о ней, не как мастурбировать свой мозг на тему, размышляя, я это знал, я это читал. Поверьте, информация ничего вам не даст. Без внедрения это пустота. Это очень и очень важно. Поэтому я, когда думала о том, каким образом закончить год, потому что я буду год заканчивать еще с рерайтовцами, они еще об этом не знают, нашей вечеринкой, я все-таки хотела сделать что-то мощное для всех. Мощное, но недорогое. Потому что это тоже некая моя отдача этому миру, некое мое личное служение, потому что мне очень хочется, чтобы ваш мозг перестраивался. Потому что я точно знаю, что пока мозги не перестроятся, пока вы не поймете некие вещи, хотя бы на элементарном уровне, не начнете погружаться дальше, это все будет похоже на бегание белки в колесе. Ведь вспомните, мы с вами живем все разное количество лет. Кто-то 20, кто-то 40, кто-то 30, кто-то 50, 70. У меня есть такие ученики, представьте себе. И очень многие из нас могут сказать, что их жизнь похожа на какое-то окружение, что года проходят, что-то меняется, но кардинально ничего нового. И что год за годом очень похоже. И ты уже начинаешь мириться с тем, что эта жизнь такая. Нет, это неправда. Это жизнь, которую вы выбрали. А знаете почему? Потому что вы другой не интересовались. Нам говорят, почему нас этому не учат? А я задаю всегда вопрос, а почему вы этому не хотите учиться? Вы хотите всегда, чтобы что-то сделали с вами. Это приятнее. Мы к доктору приходим и говорим, сделайте что-нибудь, чтобы я вылечился. Кстати, недавно, я очень много изучаю сейчас всего, и вы знаете, наверное, слышали о том, что есть такое понятие, как психосоматика, и что каждый наш орган привязан к каким-то нашим эмоциональным ощущениям. что раковые заболевания, это психосоматическое заболевание. То есть, когда у вас накапливаются или травмы, или обиды, какие-то эмоции, которые блокируются в какой-либо части тела. И вот, есть процент людей, которые излечиваются от рака, когда начинают работать не только с врачами, но и подключают альтернативные методы лечения, связанные именно с работой со своим мышлением. Так вот, у одной женщины, которая излечилась от рака, она решила поинтересоваться, какое количество людей еще излечивается от рака, значит, с помощью вот этих альтернативных методов, с помощью изменения своего сознания, мышления, путем медитации, аффирмации и так далее. Знаете, какой процент? 5 процентов. А знаете, почему? Потому что остальные 95 ничего не делают, кроме как доверяют врачам. А знаете, почему? Вопрос не в том, что врачи плохие. Вопрос в том, что они хотят по-прежнему, чтобы кто-то что-то сделал с их жизнью. А ведь, когда приходит болезнь, во-первых, она приходит не просто так, вы ее приводите за руку, во-вторых, она приходит не с целью, чтобы вас убить, а с целью, чтобы вас изменить. С целью, посмотрите на людей, истории людей, которые излечились от рака. Это люди, которые кардинально изменили свою жизнь и подход к ней. Поинтересуйтесь. Просто. Это люди, которые кардинально, люди, которые потеряли конечности, у которых сейчас безумное количество подписчиков в Инстаграм. Я на парочку была случайно подписана, как-то так. Это люди, изменившие мышление полностью, потому что любая такая история сложная в жизни приводит к тому, чтобы изменить человека, провести его по другому пути. и показатель того, что Луиза Хей это один из Луиза Хей, Лиз Бурбо, это одни из тех женщин, которые на эту тему много пишут, но на самом деле мне, например, Лиз Бурбо дается очень тяжело, я ее почитала, она мне вообще не зашла. Это такой вопрос совсем не в тему. Стоит решать это самостоятельно. К чему я это все говорю? Говорю я это к тому, что человеческая лень потрясающая и поразительная. И зачастую вы не получаете в жизни того, чего вы хотите, не только потому, что вы ничего не хотите или не знаете что, а потому, что вы ленитесь. Потому что, как я написала во вчерашнем посте, вам даешь ключик, а вы говорите «О, да нет, ну это развод! Как там, инфо-цыгане, лохи, дебилы, сволочи! И ты смотришь на это и думаешь «Е-мое, какой капец!» Проходите мимо товарищей. Поэтому подумайте об этом. Подумайте о том, как вы планируете провести вечер 29 декабря. Может быть, у вас есть более важные планы. Я догадываюсь, что это важный вечер, надо убирать там все дела. Но задайте себе вопрос. То, что я буду делать 29 декабря в 19.00 по московскому времени, каким-то образом сможет изменить мою жизнь. Потому что я обещаю вам, что то, что я вам расскажу и дам, сможет изменить вашу жизнь. Безусловно, не без вашего участия. Я не из тех людей, которые говорят, «Вы посмотрите мой вебинар, и всё произойдёт само по себе». Нифига, вам придётся поебашить, нормальненько. Но то, что я вам дам, стоит того, чтобы допить мою пепси-колу из бокала. Поверьте мне. Я очень горда сейчас тем, что всю информацию, которую я даю, на любом своём платном или бесплатном ресурсе, это вся информация очень ценная, которая действительно может вам помочь. Вопрос, когда это произойдёт, и захотите ли вы, чтобы это с вами произошло. Когда это произойдёт, это опять-таки вопрос того, когда вы включитесь. Бывает мне люди пишут, «Ой, спасибо, всё понял, спасибо, всё понял». Потом пишут, «Господи, год прошёл у человека, я всё-таки решился». Решайтесь. Это дело такое. Спасибо всем большое за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас, как всегда, попрошу быть благодарными людьми и написать несколько комментариев, как вам зашёл, не зашёл эфир, что было интересно, не интересно. И 29 декабря я приглашаю вас на мастер-класс. Вы можете взять ссылочку в сториз, либо, если вдруг в какой-то момент её там не окажется, вы можете написать мне в директ, или оставить комментарий, где вы хотите, я вам пришлю ссылку. Спасибо всем большое. И помните о том, что чудеса случаются, но прикольно, когда вы можете их случать. Поэтому приходите на Супер Год. Я вам обещаю, что если вы используете те знания, которые получите, и вообще больше не будете у меня учиться, даже по какой-то нелепой случайности, ваша жизнь изменится к лучшему. Точно. Потому что я никогда не встречаюсь на пути людей просто так. Это проверено. Чин-чин. Чин-чин.